здравствуйте дорогие друзья и сегодня мы с вами поговорим о проволочном каркасе так как было очень много просьб и сообщений писали мне спрашивали ну я к тому же вам обещала так что свое обещание выполняем и так что для этого нам нужно для этого нам нужна хорошая толстая проволока то есть если кондитерской проволоки у вас не нашлось по каким-либо причинам вы можете сделать так же как я пойти в строительный магазин и приобрести алюминиевую проволоку дальше хорошенечко ее моем то есть отрезаем кусочек на сны длинный обрабатываем его влажной пряпочкой потом протираем спонжем или диском ватным со спиртом и обматываем тейп-клентой тейп-клента нужна для того чтобы во первых проволока не соприкасалась с продуктами конечно же и во вторых на нее проще клеить мастики так далее берем пенопластовую болванку вставляем в нее нашу проволоку и отмеряем кусочек нужной вам длины фигурки то есть ну как бы сами замеряйте как сколько нужно отрезаем все лишнее и начинаем формировать каркас в данном видео я делаю каркас для фигурок синька и поэтому он достаточно небольшая высота вот такая вот болваночка это для головы такой кругляшок чтобы она лучше держалась и теперь берем более тонкую проволоку которая легко гнется и начинаем формировать ручки ножки и прикручивать тейп-клентой наши детальки то есть смотрите чтоб высота ножки высота ручки длина были одинаковы чтобы не было так что одна нога на которой стоит фигурка одной высоты а другая нога которая там будет задрана или согнута она была совсем другой то есть вы должны визуально себе отмерить и уже с этого отмеренного кусочка формировать изгибы ног или рук и вот так вот формируем смотрим примеряем нравится нам нравится как это будет смотреться прикидываем хорошо конечно если есть картинка на которую можно ориентироваться и уже по ней выставлять нужные ручки на положение рук и ног вот почему я предлагаю использовать бой более мягкую проволоку для рук и ног потому что она хорошо гнется с ней удобно работать то есть всегда можно что-то поправить и даже если например уже в процессе вы делаете фигурку вы всегда сможете руку загнуть или наоборот загнуть то есть очень пластично даже в мастике уже можно отредактировать положение фигурки ну и конечно же я хочу еще раз напомнить о том что вы должны всегда смотреть чтобы длина ваших рук и ног была одинаковая потому что если одна рука будет длиннее а другая короче это будет сразу же видно на фигурке то есть это очень красиво то есть не забываем об этом постоянно примеряемся постоянно присматриваем за тем чтобы не выйти за рамки длины нужной то есть принципе мне кажется видео довольно таки подробно если у вас остались какие-то вопросы пишите мне в комментариях я постараюсь на все ответить все в принципе что я хотела вам сказать спасибо большое за внимание подписывайтесь на мой канал впереди ждет нас очень много интересного и занимательного с вами была ваша татьяна спасибо за просмотр